Как любая новая История имеет свое окружение Вспомогательные исторические дисциплины Каждая из них имеет свой предмет, свои методы изучения А все вместе они помогают истории быть более точной и объективной Среди этих дисциплин можно назвать нумизматику Которая изучает монеты, бумажные деньги, их происхождение Геральдику, изучающую гербы, плаги, символику, значение этой символики Генеалогию, которая исследует происхождение исторических личностей Изучает семейные древа, дворян, купцов, крестьян Выявляет определенные исторические закономерности в этом процессе Каждая из этих вспомогательных дисциплин крайне интересна Но мы остановимся подробнее на двух дисциплинах Особенно важных для нас с вами Это историография и источника ведения Историография – история исторической науки В дословном переводе с греческого пишу об истории Нам известно, что описание событий прошлого началось в глубочайшей древности Уже в Древнем Египте, в Вавилоне Были люди, которые записывали исторические события И это крайне важно, потому что историография, по сути дела, создает для самой истории Тот фундамент, на котором строится здание исторической науки Здание, которое, естественно, не может быть никогда завершено По сути дела, историками были и первые евангелисты Лука, Матфей, Иоанн, Марк Которые с определенными разночтениями написали биографию Иисуса Христа Но все-таки первым историком, отцом исторической науки Считается и вполне заслуженно древнегреческий историк Геродот Живший в пятом веке до нашей эры Его труд «История греко-персидских войн» и считается началом исторической науки До нас дошли также труды не только Геродота, но и историков Древнего Рима Тацита, Светония, Лутарха Кстати, их работы издаются до сих пор, привлекая внимание и ученых, и любителей истории В Древней Руси первыми историками были летописцы От слова «лето» — «год» Эти люди вели запись событий по годам И первым летописцем, первым историком Древней Руси Считают легендарного Нестора, автора летописи, повесть временных лет, имеющей подзаголовок Откуда есть и пошла русская земля Летописи велись в каждом княжестве Естественно, что они несли на себе отпечаток взглядов этого князя Во зрении правителя княжества Летописцы, естественно, должны были с этим считаться И поэтому для историков крайне важно изучение и сопоставление различных летописей Летописи занимают важное место на протяжении многих веков Только, пожалуй, в XVII веке летописи сменяются уже историческими трудами на определенные темы Например, о истории Сибири, о истории борьбы с татаро-монголами и так далее В XVIII веке появляются уже серьезные историки-исследователи Среди них можно назвать Василия Никитича Татищева Одного из птенцов гнезда Петрова Талантливого администратора И вместе с тем серьезного историка-исследователя В это же время трудится Михаил Васильевич Ломоносов Который внес свой огромный вклад не только в естественные, но и в гуманитарные науки В том числе и в историю Но огромнейшим событием для изучения прошлого России Стали труды Николая Михайловича Карамзина В начале XIX века Карамзин совершает свой, как назвал его Пушкин, подвиг русского человека Карамзин пишет на основании огромного количества источников, летописей, различных документов Историю государства российского в 12 томах, которые он сумел довести до начала XVII века Хочу сказать, что вообще XIX век – это уникальное явление в российской исторической науке После Карамзина появляется целая блестящая плеяда российских историков Думаю, что это было связано с рядом причин Петровские реформы и их последствия Рост национального самосознания в условиях конца XVIII – начала XIX века И одновременно горечь от неустройств окружающей жизни Заставляли искать общество ответы на многие проклятые вопросы И вот это заставляло обращаться к прошлому Пытаться искать в прошлом ответа на вопросы современной жизни При этом российские историки XIX века – это люди широко образованные Владевшие, как правило, несколькими иностранными языками Прекрасно владевшими уже источниковой базой Много работавшими с самыми различными документами И поэтому мы говорим о том, что после Карамзина Появляется не менее блестящий Сергей Михайлович Соловьев Успевший написать 29 томов истории России со своих позиций Кроме Соловьева и на смену ему приходят такие талантливые историки Как Грановский, Василий Осипович Ключевский В конце XIX века становятся известны имена Милюкова, Тарли Специалиста прежде всего по истории внешней политики России Российско-французских отношений Свои книги пишет и издает блестящий знаток истории Москвы И быта русских людей в XVI-XVII веках Иван Егорович Забелин, самоучка с блестящим уровнем знаний и подготовки Наконец, свои необычные книги издает Прыжов История нищих на Святой Руси История кабаков в России В душе Александра I прекрасно, глубоко занимался Великий князь Николай Михайлович, внук Николая I В частности, исследуя загадку, стал ли Александр I старцем Федором Кузьмичем Вместе с тем, и об этом, конечно, надо помнить История продолжала оставаться одной из самых подцензурных областей знания Вплоть до 1905 года запрещалось упоминать в официальной печати об убийстве императора Павла I Официальные учебники истории пытались внушать школьникам мысль, что русский крестьянин живет настолько хорошо, что ему завидуют крестьяне Европы Но одновременно действовал целый ряд исторических обществ Выходило множество журналов Среди них наиболее известны были такие, как «Русский архив», «Исторический вестник», «Журнал «Былое» И здесь опять были свои противоречия Потому что, например, журнал «Былое» его издателям в течение некоторого времени приходилось издавать в Париже Для того, чтобы печатать те материалы, которые в России не проходили по условиям цензуры Свержение самодержавия в 1917 году, казалось, открывало доступ историкам к ранее закрытым архивам Начинается изучение и описание личных архивов, их передача в государственные архивохранилища Но очень скоро историческая наука оказалась под куда более жестким прессом однопартийной большевистской системы Чтобы представить эту ситуацию, я зачитаю цитату из секретного циркуляра ЦК Изданного в начале 1927 года в связи с подготовкой к десятилетию Октябрьской революции Циркуляр указывал, что дело разработки архивных материалов требует чрезвычайной осторожности И поэтому лица, посылаемые в архивы, должны быть предварительно тщательно проверены Не случайно история стала первой наукой, на которую обрушилась тяжелая удар таллинских репрессий В конце 20-х годов появляется печально знаменитое академическое дело По сфальсифицированным обвинениям несколько академиков, среди них Платонов, Тарли Многие профессора, сотрудники Академии наук были арестованы, заключены в лагеря, отправлены в ссылку И хотя некоторые из них вернулись спустя некоторое время к прежней работе, в частности Тарли Но они все равно уже продолжали работать, чувствуя, естественно, внимание цензуры И были скованы в своей научной работе К тому же в 1938 году появляется печально знаменитый краткий курс истории ВКПБ Своего рода Библия сталинизма Отступление от которой было невозможно для историков При этом по приказам партийного руководства Историкам приходится, по сути, переписывать историю При этом неоднократно из самых разных позиций Это касается и отношения к Ивана Гробному И к Петру Первому И к Богдану Хмельницкому И к Шамилю, лидеру освободительной войны на Кавказе И только, пожалуй, после 20-го съезда В 1956 году Тиски системы несколько ослаблен Вновь вспыхивают интересные дискуссии Появляются сборники документов Публикуются интересные статьи Но период оттепеля оказался весьма недолговечный Гайки очень быстро стали вновь закручиваться И особенно после 1968 года Пожалуй, только с конца 1987 года Историки почувствовали себя действительно свободными И в выборе тем Появляется возможность доступа к закрытым ранее материалам Открываются недоступные ранее архивы И в этом плане перед историками встает новая проблема Проблема очень добросовестного, серьезного отношения к изучаемым материалам Потому что на место старых мифов приходят новые мифы Пример книги Бунича, известные И в этих условиях сегодня мы можем говорить о том Что не только специалистам, но и любителям истории Хорошо известны имена таких серьезных историков Как Волкогонов Как петербургские историки Анисимов, специалист по XVIII веку Как Старцев Председатель исторического клуба на Петербургском радио И один из самых известных специалистов По истории 1917 года И предреволюционному времени Как Тарков Занимающийся изучением сопротивления сталинизма в 30-е годы И целый ряд других Основой работы любого историка Историка является изучение документов Поэтому каждый занимающийся, интересующийся историей Должен иметь представление об источниковедении Источниковедении – это дисциплина, которая занимается изучением методики сбора, анализа исторических источников Все исторические источники Можно разделить примерно на 4 группы Первая группа – это документы Документы официальные Аудиовизуальные источники Кино, телевидение Притом все эти официальные документы должны иметь, как правило, штамп, печать, подпись, другие необходимые атрибуты Ко второй группе можно отнести частные документы Это письма, заметки, дневники, записные книжки и тому подобные вещи Третья группа – это мемуары Мемуары – это воспоминания различных лиц Написанные спустя определенное время после происшедшего события И, наконец, четвертая группа – это работы предшественников Ибо историк, естественно, не может только строить свое исследование на документах Сами же официальные документы и часть личных документов Передаются на хранение в архивы Мы ведем свой рассказ из архива-хранилища Центрального государственного архива Историко-политических документов Санкт-Петербурга Здесь собраны, хранятся документы Петербургской, Петроградской, Ленинградской организации Коммунистической партии большевиков За период с момента ее создания и до конца ее существования При этом надо отметить, что в архиве документы хранятся в определенном порядке Они хранятся по фондам Каждый фонд – это документы, собранные по определенному признаку То есть это, например, могут быть документы областного комитета в данном случае Районного комитета, документы какого-то из крупнейших деятелей и так далее Каждый фонд, в свою очередь, имеет описи Описи строятся по тематическому признаку Орг-отдел, отдел пропаганды, агитации, промышленной и так далее И внутри каждой описи имеются дела Различное количество дел может быть в описи При этом сбором, хранением документов Занимаются работники архива Предоставляя их исследователю в пользование Исследователь, как правило, не бывает в самом архиво-хранилище Он работает с документами в читальном зале И делая те или иные выписки Он обязан указывать номер фонда, описи И дело, и, естественно, номер листа или страницы данного дела До самого последнего времени у нас в стране отсутствовал Четкий порядок работы государственных архивов и пользования ими Действительно, наряду с государственными было множество ведомственных архивов Если в Западной Европе, в Соединенных Штатах Были четкие законы ограниченного доступа к документам на протяжении 30-50 лет То у нас просто этого не существовало И каждое ведомство устанавливало свои сроки секретности документов Только с 1992 года началась передача ведомственных архивов Государственные архиво-хранилища Рассекречивание архивов И эта работа продолжается и по сей день Создан закон об архивах и пользование ими Вместе с тем, конечно, необходимо помнить Что получить документ в архиве для исследователя лишь начало работы Когда историк знакомится с документами Он обязан задать себе несколько вопросов Кто готовил этот документ? Для кого он его готовил? С какой целью он его готовил? И сопоставить его с, возможно, более широким кругом источников Ибо понятно, что любой государственный чиновник Любой бюрократ Он заинтересован в том, чтобы показать работу своего подразделения А как можно лучше Источником являются частные документы Сейчас в Москве впервые создан так называемый народный архив Который собирает документы рядовых граждан Ведь, например, письма, частные письма Собранные в достаточно большом количестве И обработанные Могут показать подлинные настроения людей В тот или иной период истории Очень интересным, но и крайне опасным видом источника Являются мемуары Мемуары – субъективная память конкретного человека Прекрасно воссоздающая атмосферу эпохи То, чего нет ни в одном документе Но вместе с тем, в чем опасность мемуаров Они могут исказить представление о той или иной исторической личности Ибо, естественно, автор мемуаров Рассказывает об этих людях со своей позиции Ну, например, возьмем мемуары Видного государственного деятеля России Витты При всем богатстве этих мемуаров Их основная мысль крайне проста Когда Витты слушали, был успех Где Витты не слушали Там страну неизбежно ждало поражение Поэтому относиться к мемуарной литературе Надо, естественно, весьма и весьма критически Таким образом, можно сказать, что история Как вид научной деятельности Имеет свой предмет изучения прошлого Свои методы исследования Работа с документами Наконец, определенные принципы Принцип историзма История, изучая факты Вместе с тем допускает Существование различных версий Различного толкования событий Но здесь крайне важное отличие Истории от исторических романов От литературного труда На исторические темы Писатель, естественно, выбирает Одну из версий Он может домысливать события Не было, но могло быть Он может сочинять разговоры Исторических персонажей Историк не имеет права Домысливать за своих героев Историк обязан рассказать О всех версиях И попытаться доказать Почему та или иная версия Кажется ему более предпочтительной В этом плане Можно сказать, что Прекрасный образец Сочетания объективного подхода К истории И художественного мастерства Это книги Недавно умершего Советского писателя И историка Эйдельмана Таким образом Серьезное изучение истории Предполагает умение Самостоятельно размышлять Сопоставлять Различные подходы И версии Только в этом случае Ваши знания по истории Будут действительно прочными Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...